Продолжение следует... ...запретами, которые существуют, допустим, в виде «не убей», «не воруй», «не применяй насилие», но какие-то есть запреты. Мы, допустим, соглашаемся все эти запреты выполнять. То внутри вот этой сферы свободы, оставшейся, человек может делать всё, что угодно. Я на самом деле в прошлый раз сказал, что он, в принципе, может совершить и зло. На самом деле он зло совершить не может. Почему? Потому что зло есть ограничение... Обязательное условие зла — это ограничение другой чужой свободы. Если я выполняю все запреты и нахожусь в сфере своей свободы, я никак не могу чужую свободу ограничить. Внутри своей свободы. Потому что я выполняю все запреты. То есть для того, чтобы нарушить чужую свободу, я должен буду нарушить один из запретов. Ну а невозможно всегда запреты выполнять? Почему невозможно? Ну потому что уже есть такие ситуации будут ставить, что невозможно. Проблема в чем состоит? Что когда мы находимся вот в этой сфере свободы, на самом деле, мы не можем совершить никакого зла. Пока. Для того, чтобы нам совершить зло, нам нарушить эту сферу, да, то есть нарушить свободу другого. В конце концов, к какому-то отношению любое зло — это есть нарушение свободы другого. Так или иначе, с другой стороны, но мы можем совершить добро. Почему мы можем совершить добро? Потому что мы можем пожертвовать своей свободой. То есть получается, что находясь внутри вот этого рода сферы, да, сферы свободы, мы можем совершать все-таки добро. Хотя здесь есть определенного рода проблема, сейчас ее дальше обсудим, но все-таки вот симметрии полной нет. Иногда просто обсуждая добро и зло, считая, что как бы вот между добром и злом есть полная симметрия. На самом деле симметрии, видишь, нету, потому что, когда мы обсуждали определение добра и зла, и когда мы говорили о реализации добра, то ведь получалось так, что добро считается добро не по своим намерениям, да, а добро считается добро по тому, реализовано оно в реальности или нет, по той пользе, которую оно приносит, реальность. То есть добро мы оцениваем по его реализации, а зло мы оцениваем по намерению. Потому что не важно, на самом деле, зло осуществилось или нет. Потому что важно, что намерение злою было, и этого достаточно. То есть здесь, а здесь отсутствует симметрия. То есть также и здесь отсутствует симметрия. Когда мы говорим о том, что если мы находимся в сфере запретов вот этих, да, как, допустим, человек, одна свобода вступила в взаимоотношение с другой свободой, и они ограничили друг друга, да, точнее, каждый ограничил себя, чтобы дать свободу другому. Когда внутри этой сферы, где он обладает уже абсолютным произволом, да, внутри сферы, он уже не может зла совершить, потому что он не может ограничить свободу другого никак. Это означает, что на самом деле, что интересно, что этика позволяет решить вопрос со злом даже. Состоящий в том, что как бы внутри этой свободы, чем бы человек ни занимался, он уже никакого зла не может принести. Естественно, если он вдруг, например, двинет самого себя в каком-то направлении, чтобы причинить другому зло, он должен будет нарушить изначальную договорённость о том, что каждый ограничивается в себе, чтобы дать свободу другому. Только так он сможет тогда осуществить зло. То есть зло обязательно потребует нарушить из-за первого условия, то есть условия самоограничения. Это важный вывод. Просто в прошлый раз я сказал, что вроде может, а сейчас я подумал, и он ничего такого сделать не может. Но тут есть проблема. Проблема состоит в том, что ведь добро ведь не только может осуществляться за счёт жертвы, то есть за счёт как бы ущемления своей свободы. То есть моя свобода соотнесена со свободой другого, каждый из нас ограничил себя, чтобы дать свободу другому, но я могу свою свободу пожертвовать больше. Вот, например, как матери действуют в отношении детей. То есть они дают детям больше свободы, да, за счёт своей свободы. То есть они себя ограничивают, допустим, ограничивают себя в еде, ограничивают себя в свободе, там, в многом чём. Ради того, чтобы дать всё детям, всё ради детей. То есть с точки зрения того, что каждый человек отдельно и представляет собой некую самость, да, некого рода суверенно, это несправедливо. Но мать имеет право пожертвовать своей свободой, своим временем, как бы всем своим, ради ребёнка. Ну, данный пример не очень, как бы, конечно, корректный, потому что ребёнок ещё не состоявшийся личности. В принципе, можно говорить о том, что в любви один может пожертвовать своей свободой ради другого, да, дать больше свободы другому. То есть посвятить себя этому другому. То есть, допустим, часто бывает, что какой-нибудь писатель, там, учёный, он занимается некоторым роду любимым занятием, а жена у неё, как бы, она просто полностью посвящает себе мужу. То есть она, допустим, готовит, обстирывает его, там, выслушивает всё, что там, там, ей рассказывает, как бы, да. То есть жена полностью посвящает себе мужу. То есть она полностью всю свою свободу отдала мужу. То есть муж фактически свободен полностью, да. Он себя освободил от всякого рода, там, каких-нибудь повседневных дел, там, какого-то вот этого жизненного мусора, там, жизненных забот, он как бы находится в неком творческом каком-то таком, живет в творческом мире, а его жена как бы вот этот мир обслуживает, потому что надо же у него питаться, как бы где-то спать, во что-то одеваться и прочее. То есть это тоже возможно, но это все-таки, опять же, не рабство ведь, правильно, это сам человек себя посвятил чему-либо. Человек может, например, посвятить, опять же, себя Богу, то есть свою свободу ограничить ради Бога. Опять же, это его право, но это одна сторона свободы, а другая сторона добра, а другая сторона добра активная может быть. Я могу не за счет жертвы это делать другому свободу, а могу за счет своей активности, то есть я как бы нарушаю границы другого человека, но не в целях принести ему вред, а в целях принести ему пользу. Ну вот, например, хороший пример, проповедники всякого рода христианских ходят по улицам и к людям пристают, как бы вы знаете, кто такой Иисус Христос, в Библии раздают Евангелие, пытаются заговорить по этому поводу. То есть на самом деле у них-то намерение доброе. То есть они изначально хотят, как они думают, донести истину до другого человека, но с точки зрения того человека, к которому пристают, на самом деле, это есть не что иное, как ограничение их свободы. То есть они идут, у них какая-то внутренняя жизнь, какое-то там личное какое-то пространство, и вдруг в это личное пространство, в эту личную жизнь, в эту свободу вторгается какой-то назойливый проповедник, и что-то там пытается ему там продать, ну условно говоря, что-то там пытается ему втюхать, понимаешь, но здесь как бы в сталке возникает некоторого рода конфликт между одним человеком, который активно хочет донести до другого то, что он считает важным, и с его точки зрения это как бы добро. Неудачный пример. Вот пример матери Терезы Туэлли, это же активное добро какое-то. Нет, это, еще раз говорю, я хотел привести как бы пример специально такой специфический, потому что бы объяснить, как надо в таких случаях действовать. То есть помимо того, что добро может быть жертвой, есть еще добро активное, которое… Пример активного добра – это какой-то урод для вас. Да дело не в этом. Еще раз говорю, мы придумываем примеры специально, чтобы пояснить какую-нибудь мысль. Понятное дело, что активное добро может быть и нормальным. Допустим, вот как, например, познакомиться с девушкой, простой пример. Не ограничив ее свободно. Ну как ты с ней будешь познакомиться? Ты вынужден будешь обратиться к ней, как бы, вступить с ней в некоторый контакт, как бы, и вступить в ее личное пространство. Она думает о чем-то своем, она там слушает какой-то плеер, может быть, она занята какими-то размышлениями какими-то. Читает книжку. А тут ты, друг, такой, извините, девушка, туда-сюда и третья-десятое. Но сам факт состоит в том, что для того, чтобы вступить с человеком просто в контакт, требует вступить в некотором отношении и ограничить его, ну, хотя бы минимально его свободу. Наша речь, обращенная к другому человеку, ограничит его свободу чуть-чуть. Пока чуть-чуть. Потому что для того и существует речь, для того, чтобы попытаться вступить в контакт. А иначе как вступать в контакт, если каждый из нас будет находиться в своей собственной оболочке и будет говорить, что не смей, не имеешь права вступить в эту оболочку. Мы никогда как-то будем с друг другом соотноситься. Мы так и останемся атомами. Ты – индивид, я – индивид. Мы отделены друг от друга и не имеем права пересекать эти границы. Не имеем права фактически общаться, что ли, получается? Потому что всякое общение, оно будет нарушение эти границы. В минимальной степени пока, но нарушение. Понятное дело, что в реальной жизни такого не бывает. В реальной жизни мы постоянно как бы сталкиваемся, да, и пересекаемся с другими людьми. И в этих пересечениях там, ну, так, либо договариваемся, либо сходимся, либо расходимся. Это неизбежно, потому что жизнь так устроена, что мы не живем каждый в отдельном своем мире, как бы там, в каком-то таком замке там. Реально мы, на самом деле, живем как бы в мире, в котором там, вынуждены иногда пускать в наше пространство даже тех людей, которые нам и неприятны, да, которые бы мы, может быть, даже и не хотим пускать. Но они просто вторгаются сами по неволею. Так вот, вопрос состоит в том, как совершать добро вот такое активное. Допустим, человек занял активную позицию, и он хочет, на самом деле, донести какую-нибудь истину там, или вообще какое-нибудь добро принести другому человеку. Вот другой человек, у нас сейчас такая будет ситуация, этого не просит. Но надо дождаться, когда другой человек вторгнется в твое пространство и… Дождаться. Подожди, это хороший разговор – дождаться. Это будет второй пример. Давай первый пример разберем. Ты хочешь в мире сей доброе, вечное, как бы, но активным образом. Для этого ты вынужден, как бы, вторгаться в пространство, в сферы свободы других людей. Вынужден. Да не вынужден. Но в твоем примере ладно. Нехер. Еще раз говорю. Мы разбираем полноту разных примеров. Из того, что следует, что можно не вторгаться, и не следует, что не надо этот пример разбирать. Вот проповедник. Он хочет донести истину до людей, которые не верят в Бога. Имеет право он вторгнуть в своих пространствах лично, или не имеет? Я не считаю, что не имеет. Хорошо. Ты считаешь, что не имеет? И ты считаешь, что каждый индивид замкнут в своей сфере. То есть, если человек знает истину, имеет право он пытаться тебе донести свою истину, или нет? Мы солидарны в этой жизни, иначе говоря, или нет? Или каждый живет в своей оболочке, как бы, и меня не трожь. Тачминот. Каждый так говорит. Меня не трожь. Вот моя сфера, в нее не вторгаться. Не имеешь права. Нет. Ты понимаешь, это же, как бы, есть же способы вторжения в чужую сферу, как бы, общепринятые. Правильно. Принятыми способами можно. Но если, извините, меня тебя на улице за рукав дергают, или в четыре часа утра к тебе припрутся домой, как бы, начнут дверь ломиться, светили и голод, там, своими проповедями, я думаю, это мало кого порадует. Ты правильно говоришь по поводу общепринятых. Понятное дело, что общество не может состоять из изолированных индивидов. Оно не сложится из индивидов, как вот, как песок складывается из частиц. Общество, на самом деле, как вот, скорее, вот этот каравай, да? Как это, зерна пшеницы рассеянные по полям, каждое в одно, а когда вот испекает из него каравай хлеба, это вот нечто такое целое. Создавай сайт, или там, блог, если это будет интересно, и ты опять всё, вы как-то так любите к технике переходить, ну какая разница, какова техника? Ну техника может быть любая, если, понятно, существует. Или не навязчиво. Да какая разница, какая техника, если существует. Не навязчиво, да, рекламу поставят баннерами, и будет везде тебе эти баннеры везде бигать, но это тоже не навязчиво. Это не навязчиво. Поэтому я и говорю, что вопрос не о технике идёт, а о сути вопроса. А суть вопроса состоит в том, что мы не можем находиться, если вообще говоря о каком-то образом солидарной с другими людьми. Вопрос в этом не идёт в этике только о том, чтобы отграничить наши свободы. Мы раньше говорили о том, что мы должны соотнести нашу свободу со свободой другого. Вот, границы поставлены. Свободы отграничили. У каждого своё пространство. Мир разбился, например, на мир индивидов отдельных. Каждый сам по себе. Вот, мир разбился. Ну, и можно подумать на самом деле, что в этом и была цель этики. И добро тогда можно было бы понять только в том случае, что ты можешь пожертвовать частью вот этого своего пространства, уделить кому-то другому. Это одно понимание. А теперь мы хотим понять, а как делать добро активно? У тебя своё пространство, да. И другого индивиду своё пространство. И все индивиды замкнулись в этом атомистическом мире. Ну, ты понимаешь, на самом деле, что мы солидарны изначально. Что, на самом деле, мы объединены. И ты хочешь в этой солидарности себя проявить. Ты хочешь выйти, как бы, и сделать добро активное. Но для этого ты вынужден, так же, как и со злом, между прочим. Ты вынужден нарушить свободу другого. Вынужден. И как поступать? Есть два версии этого. Во-первых, первая версия состоит в том, что индивид другой, он просит помощи. Допустим, как в Евангелии об этом так написано. Просящему дай. Понимаешь? И тот, кто хочет тебя занять, от него не отворачивайся. То есть, если другая свобода просит вмешательства в него, в его свободу со стороны, он просит, допустим, милост у него кто-то просит, просит мне помочь, что-то сделать, то нельзя отворачиваться. Нельзя сказать, что я вот закрыт на своей свободе, не нарушай мою свободу. То есть, другой из своей свободы говорит, что вторгнись в мою свободу чуть-чуть, помоги мне. А ты говоришь, нет, я не помогу, я вот нахожусь в своей сфере, мне как бы, я индивид сам по себе, а ты сам по себе. Как хочешь, так и решай свою проблему. Некоторые так и говорят. Правильно. Суть вопроса состоит в том, на самом деле, что то, что мы обсуждаем, это не какие-то досужие вымыслы. Мир, на самом деле, наш сейчас, мир индивидов. И каждый говорит, живи сам по себе и дай жить другому. Это фактически и есть логика того, что каждый в своей сфере замкнулся, ему наплевать, что в другой сфере творится. Там, ты в своей сфере живешь другой, живи как хочешь. Я живу своей, ты живешь своей. Научись как бы в этой своей сфере добывать себе пропитание, найди сам себе кровь, сам за собой ухаживай, решай сам свои проблемы любые. Ко мне не вторгайся, это моя сфера. Здесь я хозяин, я в этой сфере как хочу, так и делаю. И поэтому, если какой-то попрошайка или кто-то пытается спросить у тебя помощи, люди воспринимают это с таким, как сказать, не с сожалением, а с такой негативной реакцией. Потому что вторгаются в их свободу. Потому что просить помощи – это тоже вторгаться в каком-то отношении. Ты, конечно, издалека как бы машешь и говоришь, что «помогите мне». Но в некотором отношении ты мозолишь глаза, если так можно выразиться. Так вот, первое – это правило этики, если так можно выразиться в данном случае. Мы же как раз пытаемся какие-то конкретные случаи разобрать. Это состоит в том, что если просящему дай, и тот, кто хочет тебя занять, тогда от него не отворачивайся. То есть помоги просящему. Если он просит, значит, он разрешает, он санкционирует вмешательство в его свободу. Это первый вопрос. А второй вопрос – когда другой не санкционирует никакого вмешательства. Ну, допустим, он не просит помощи. Но ты понимаешь, что помощь ему нужна. А он ее не просит. Ну, допустим, какой-нибудь гордый. Знаете, как у англичан принят и всегда такой на лице держать улыбку, независимо от состояния твоих дел. Ну, ты смотришь, человек улыбается, вроде все с ним нормально. А на самом деле у него полный крах. Вся жизнь его под откос пошла. Я имею в виду даже не в смысле экономической, а в принципе. Ну, разрушается все. Он на самом деле просто вопиет о том, чтобы кто-то помог ему. Помог дружеским участием, помог разговором, мало ли чем, советом и прочее. Но он делает вид на самом деле, что у него все хорошо. Вот как быть? Имеешь ли ты право на самом деле, понимая это со стороны, ты смотришь на него и понимаешь, что он требует помощи, ему помочь. Здесь есть две ситуации. Можно войти, попытаться у человека спросить. Допустим, ты говоришь, что помочь вам или не помочь. То есть ты, исходя из ситуации, просто видишь, что ты можешь сделать ему. Ты ему предлагаешь какую-то помощь, спрашивая его об этом. То есть ты спрашиваешь разрешение, чтобы вторгнуться в его свободу. Потому что помощь – это ведь вторжение в его свободу. Даже с точки зрения кармы ведь это так. Ведь с точки зрения кармы, вот я слушаю эти… Пытаюсь индуизмом заниматься, да, йогой. С точки зрения кармы, если ты принимаешь помощь от кого-нибудь, то ты получаешь тем самым долг кармический. И ты этот долг должен будешь либо в этой жизни отдать, либо в следующей жизни. Все понимается в разговоре долга и отдавание этого долга. И наоборот, если ты благодеяния какие-то раздаешь другим людям, то ты сеешь долги, которые они тебе в будущих жизнях отдадут. То есть там совершать добро как бы выгодно, да. Ты как бы накапливаешь себе вот карму хорошую. Делаешь много добрых дел, как бы, да, и собираешь кучу должников. Вот как с деньгами, да. Одному дал займы, другому дал займы, третьему дал займы, чтобы там когда-нибудь с процентами их обратно получить. Как бы вкладываешь, да, в свое будущее вкладываешь добрыми делами. Буквально такая логика, когда речь идет о карме. Что посеешь, что и пожнешь. Даже так и говорят в буквальном смысле. Что посеешь? Посеешь долги, да, и пожнешь потом их все. Обратно соберешь их там с процентами. Так вот. И поэтому, на самом деле, другой человек часто не хочет, чтобы ему помогали. Он не хочет вступать в такие отношения должника. И он не хочет быть должным. И поэтому, как бы, ну, прежде всего, вот в этих странах, там, типа, там, англоязычных, так и стыдно просить о помощи, да. Потому что это показать свою слабость, показать, что ты несостоятельный и прочее. У нас-то это, как бы, нормально. А в каких англоязычных странах это, как бы, очень стыдно считается. Но вопрос даже не в том, вопрос даже не в стыде, а вопрос в самой ситуации. Как осуществлять активное добро? Имеем ли мы право вторгаться в чужую жизнь? Тут, на самом деле, в чем амбивалитность ситуации? Допустим, я сумасшедший, ну, какой-нибудь, там, узнал какую-нибудь истину, там, да, там, не знаю, там, что там, Бог живет на Марсе, там, и хочу ее, там, разнести всем людям на Земле, там. И хожу, как бы, к людям приставая. Я-то, допустим, я действительно человек, который уверен, что вот истина такова. Я считаю, что самая главная задача моя состоит в том, что и в этом будет мое добро, чтобы эту истину донести до всех. И начинаю ко всем приставать. Я-то уверен в том, что я-то себе доброе и вечное, что я, как бы, добро всем несу. А люди-то другие, которые нормальные, адекватные, понимают, что я сумасшедший. Понимаешь, вот тут ситуация вот в чем состоит. Что, с одной стороны, человек, вступая в взаимоотношения с другим человеком, нарушая его границы, да, стремится с точки зрения его намерения принести добро. Но другой человек, он, как бы, он понимает, что ему не добро, не суд. Ему это добро не нужно. Понимаешь, потому что он понимает, что это, допустим, сумасшедший, как личное мнение какого-то отдельного человека, да, ему это не нужно. Тут как вот оценивать эти, такого рода ситуации? Потому что с точки зрения определения нашего, да, если человек, его намерение состоит в том, чтобы принести пользу, с его точки зрения пользы. Ведь пользы, как бы, тоже можно понимать немножко, так сказать, относительно, да. Для одного, допустим, заниматься спортом, да, каждый день – это польза, а другой просто согнется, да, и все. Одному, допустим, пользы, там, какие-то там асаны делать, там, юговские, да, другой просто позвоночник свой свернет, и все. То есть, понятие пользы, оно ведь тоже, как бы, относительно, там, для одного человека это польза, а другой будет эту пользу воспринимать как вред. То есть, здесь есть определенного рода, не полный относительный, не совсем релятивизм такой, да, а все-таки есть более-менее… Люди разные, поэтому польза и вред, они немножко градируются для разных людей, может быть разной, степени разные, там, допустим. Один человек, например, для одного человека, ну, есть какие-то вещи, которые для всех людей будут добры, да, но есть какие-то вещи, допустим, голодание. Один человек начнет голодать, и это им проничет пользу, там, избавится от шлаков, там, да, там, избавится от лишнего веса, или что-то еще в этом роде, а у другого там язва вскроется, понимаешь? То есть, все не так просто здесь. Когда мы говорим о пользе и вреде в определениях добра и зла, это не означает, что все так однозначно и просто. Просто речь идет о том, что мы как бы пользу и вред должны исходить и понимать из некого рода конкретности. Так вот, когда другой человек, считая, что вот его некого рода истина, которую он хочет донести, является для другого человека пользой, а ты понимаешь, что это не так, то здесь вот возникает конфликт, связанный с тем, что в мире одного человека нечто представляет собой пользу, и он думает, что это так оно и есть в конкретности. А в мире другого человека, то, что ему хотят принести, это не польза. То есть, он понимает это, допустим, в его конкретности он понимает, что это не так. Вот как быть в этом случае? Ведь мы же всякий раз, когда вступаем во взаимоотношения, мы можем думать о пользе только исходя из своего усмотрения мира. Я, например, понимаю, что для вот этого человека пользой будет, допустим, вот это, нечто конкретное. И даже, допустим, я вхожу во все эти подробности, но тем не менее я могу ошибаться. Я могу чего-то не учесть, или я могу, например, не понимать этого человека. А человек этот будет воспринимать мое домогательство в буквальном смысле как вторжение в его свободу. Он будет сопротивляться. Проблема состоит в... Мы сейчас обсуждаем проблему солидарности, связанной с сообщением. То есть, мы можем отделиться друг от друга в некое атомизированное общество, да? Как, в принципе, оно на самом деле и произошло. Прежде всего, общество, где действует принцип справедливости, оно атомизируется. Потому что справедливость и состоит в том, чтобы не нарушать чужую свободу. В этом и состоит смысл справедливости. Справедливость, да, состоит в том, чтобы распределить все в некой равновесии. И поэтому с точки зрения справедливости не предполагается, что люди друг другу будут помогать. Потому что нет никакого понятия в помощи... Нет никакого... В понятии справедливости нет никакого понятия помощи. Ну, в понятии справедливости есть понятие равновесия, да? Есть понятие некоторого... Некого рода симметрии, да? В котором, как бы, люди вступ... Две свободы вступают... Ну, несколько... Много свободы, да? В данном случае мы сейчас говорим о обществе, да? Много свободы вступают в некое взаимоотношение, как бы, и ограничивают каждый друг друга для того, чтобы дать свободу всем другим. И вот такое атомизированное общество, да, которое держится на принципах справедливости, оно, собственно, перед нами и развернулось, да? Вот мы как бы все живем. Неважно, капиталистическое мире, социалистическое мире. Это неважно там. Где-то просто более ясно, где-то более... Например, все-таки в мире, где... Ну, в капиталистическом, где существует, как бы, конкуренция, да? Там это более ясно. В нашем мире, который долгое время жил другими принципами, там менее ясно. Но, тем не менее, везде это атомизированное общество присутствует. Теперь вопрос ставится с позиции этики добра. Но если ты пытаешься не просто жить в этике справедливости, а пытаешься все-таки осуществить этику добра, то есть этика добра – это нечто большее. То есть этика добра включает в себя этику справедливости, но она ставит акцент именно на добре. С точки зрения добра иногда разрешено нарушать справедливость. Мы об этом обсуждали. Можно не нарушать, и тогда этика добра переходит в жертвенности. А можно нарушать. И вот мы пытаемся понять, что значит нарушать вот эту справедливость, что значит вторгаться, когда ты пытаешься активно осуществлять некое добро, что значит вторгаться в эти пределы, в пределы чужой свободы. Что это вообще значит и как это вообще возможно? Есть две ситуации. Можно было бы вторгаться с точки зрения спросить разрешения, или человек, допустим, просит тебя вторгнуться. Это санкционированный способ оказания помощи в этом атомизированном обществе. Мы сейчас как бы рассматриваем пример именно атомизированного общества. Вторая возможность, когда ты просто понимаешь, с своей точки зрения, что является пользой для другого, и даже если другой не просит тебя помощи, ты все равно пытаешься ему помочь. Но тогда ты нарушаешь вот эту границу свободы чужой. Тогда может возникнуть такая дилемма, что ты думаешь, что ты хочешь принести добро, что ты хочешь другому некого рода пользы, но на самом деле другой, например, считает, что это не польза для него. Что это для него, ну, если не вред, то, по крайней мере, какое-то некое назовевое вторжение в его частную жизнь. На Западе, опять же, есть такой privacy, такое личное пространство, там они это все очень уважают, что нельзя вторгаться. Поэтому здесь вот есть проблема, связанная с тем, как согласовывать различного рода понимание пользы и вреда в различных пространствах различных людей. То есть в одном пространстве, в моем пространстве свободы какие-то вещи, ну, одни вещи понимаются в качестве пользы. И я всегда, когда хочу оказать пользу другому, я всегда могу только исходить из того, что сам понимаю и считаю пользой. Ну, у меня есть некое представление о жизни, да, у меня есть некие конкретные обстоятельства. Все равно я должен руководствоваться чем-то таким для того, чтобы понимать, польза это для другого человека или нет. Единственным опытом, который у меня есть, это, прежде всего, опыт у меня собственной жизни. Я, например, считаю, что зарядка – это польза. И вот начну приставать, допустим, к кому-нибудь, да, говорить, что ему надо делать каждое утро зарядку. А другой считает, что для него это лишняя трата времени, да, у него и так утром времени нету. Он кофе выпил, бутерброд быстро кинул, там, там, перед этим в душе помылся, там, и все, и быстрее на работу. А тут еще зарядку делать, представляешь? И на работе целый день таскает, кинет. Да, и на работе еще, там, типа, да, делать какую-то работу. И так далее. То есть, на самом деле, представления о пользе и вреде могут иметь вот некое относительное, могут быть относительными. В некоторых пределах не абсолютно относительные, потому что, понятное дело, что, например, если брать крайние примеры, что смерть – это как бы для любого вреда. Мы понимаем прекрасно, что смерть – всегда вред. Есть, конечно, какие-то самые уж крайние случаи, когда речь идет об эвтаназии, но мы обсуждать это не будем, потому что это настолько как бы далекий разговор и к этике относящийся. Ну, разве что, если когда мы все вопросы изучим, мы можем уж такие вот особые примеры рассматривать – является ли эвтаназия добро? Но мы пока только рассматривать не будем, мы все-таки понимаем прекрасно, что смерть для любого человека является вредом. Но когда мы хотим принести другому пользу, речь ведь не идет о смерти. Вот если ты хочешь другого человека спасти от смерти, то тогда ты можешь вторгаться. Вот, допустим, самоубийца. Он хочет покончить жизнь самоубийством. Да, это его свобода же. Но мы вторгаемся в его жизни и пытаемся предотвратить его поступок, необдуманно. Потому что часто, ну, как показывает практика, не знаю, верить этой практике или нет, что самоубийцы на самом деле поступают чаще всего… В состоянии отчаяния. Да, дело не в состоянии, а импульсивно совершают поступок. Не так, он может обдумывать. Люди же, многие люди могут обдумывать, что жить не стоит, да, как бы, и обдумывать, что вот, неплохо было бы уметь. И Нитшин об этом даже, как бы, писал с такой иронией, что, как бы, мысль о самоубийстве позволяет пережить иные, как бы, мрачные дни жизни. То есть, на самом деле, если ты понимаешь, что в любой момент ты можешь прекратить свою жизнь, тебе легче, как бы, жить даже бывает. То есть, у многих людей тяжелой живет жизнь, да, там, болезни, там, старость, там, какие-то, там, заботы, там, много что. И, как бы, зная, что ты можешь в любой момент выключить свет, как бы, да, в своей жизни, это позволяет все-таки, как бы, преодолеть эту жизнь, ну, как бы, в этой жизни двигаться. У тебя есть, по крайней мере, последнее средство остановить все, да. Поэтому о самоубийстве многие обдумывают. Другое дело, когда переходят к делу. И вот говорят, что часто самоубийцы переходят к делу просто импульсивно. То есть, не так, что они подготавливают, подготавливают и совершают. А именно, просто вдруг, вот, выдалось, как ты говоришь, отчаянное, это момент. И вот, момент отчаяния они совершают. И часто говорят, что когда самоубийцу все-таки удается спасти, что все они благодарят спасителей. Потому что они говорят, что вот зашло какое-то затмение ума, да, вот, какое-то отчаянное положение, когда депрессия, буквально просто все сдавило, как бы, да. И единственным способом, как бы, освободиться от него показалось так, в последний момент, что вот только вот покончить сразу, и все кончится. Что, ну не знаю, правда это или нет, но будем верить, что это так. С одной стороны, самоубийца, в силу того, что он находится в рамках, внутри своих границ, он ведь когда убивает себя, вот, никому не мешает. Да, ну так, будем говорить сейчас абстракт. Потому что это не совсем так, но в абстрактном разговоре, если мы говорим об атомизированном обществе, каждый отдельный индивид имеет личную свободу, если он не нарушает пространство свободы другого человека, он имеет право в этом пространстве делать что угодно. В том числе и убить себя. Это его право. Но, можем ли мы вторгнуться, вот, и этого самоубийца спасти? И получается, что вот мы вроде как бы все интуитивно понимаем, на своем личном опыте, что можем, и вторгаемся. Но с точки зрения этики, вроде как, этот поступок, вот это вторжение в чужую свободу, он должен быть осмыслен. На каком основании мы это делаем? Мы понимаем, почему-либо, что это правильно. А вдруг на самом деле самоубийцы, ну, возьмем какой-нибудь случай самоубийства осмысленного. Конечно, бывают разные случаи. Ну, допустим, самоубийца хочет убить себя намеренно, и он долго подготавливает это, и мы помешали ему себя убить. И может быть, на самом деле он нас не поблагодарит. Что может он по этому убьет себя в следующий раз. Не получается ли так, что спасая его от смерти, мы на самом деле только себя тешим? А на самом деле как бы мешаем другому кончить счеты с жизнью? Тут вопрос такой тонкий. Сам факт состоит в том, что если мы пытаемся вторгнуться в чужую свободу, мы должны понимать на самом деле, что на каком основании мы имеем право это делать. Мы не имеем это право делать на любом основании. Вот мы хотим добро сеять вокруг себя, и давай тут вокруг творить непонятно что, вмешиваться в жизнь всех других людей, которые нас окружают. А на каком основании? Может, другие люди, наоборот, воспринимают вот это наше вмешательство, как назойливость, как своего рода, вот как бывает, тещи, да, там приезжают в семью, или там свекрови, и там начинается в семье. И жили нормальные люди вроде пара, и вдруг как будто родственница приезжает, и всё, и разлаживается, и всё там сворачивается. То есть на самом деле вот такого рода попытка помочь часто оказывается просто сильным вредом. Но тут как бы рецептов-то нет. И ладно, если речь идёт о родственниках. Потому что действительно, ведь мы когда говорим о атомизированном обществе, мы имеем в виду, прежде всего, конечно, людей, которые друг друга являются чужими, да, просто отдельных, случайных людей. Но вообще говоря, люди сбиты в группы. А в группах, на самом деле, они, не так получается, что их пространство, они отделены друг от друга. Потому что, например, в семье мужчины и женщины, у них пространство уже во многом общее. И они уже как бы вошли, они ограничили свободу, не просто ограничили свободу друг другу, а они как бы вошли в некое взаимодействие, где иногда каждый из участников этого взаимодействия, например, в семье, отдаёт свою свободу другому, когда надо. В этом состоит дружба, в этом состоит любовь. Потому что, что такое как бы союз вообще людей? Союз людей в том, для того и заключается, чтобы в нужный момент как бы другие, какие-нибудь люди, окружающие данного человека, могли ему помочь, да, войти в его положение, отдать ему свою свободу, свое время, да. В этом смысл-то вообще всех союзов, всех объединений. Зачем люди вообще в общине объединяются? Почему община крепче? Потому что каждый отдельный человек, с одной стороны, как бы он отдал часть своей свободы общине, да, потому что община требует от него какое-то, ну там, ограничение своей свободы. А с другой стороны, он приобрёл свободу всех других общинников в нужный момент. То есть он укрепился, с одной стороны, как бы стал менее свободным в смысле индивидуума, да, вот этого, в смысле этого атома. Но стал более свободным в смысле существа, образовавшегося в виде общины, нового. Потому что она состоит из многих свобод. Вот количество этих свобод же умножается. Не так, что каждая свобода, это, и умножается сила, мощь этой общины и прочее. И поэтому всё всегда сбивается в некого рода союзы, семьи, и всё это как бы с точки зрения, даже биологически важно. И животные точно так же сбиваются в старе. Потому что это, с точки зрения приспособления, это выгодно. И семья точно такая же выгодная, выгодный союз, в котором люди вступают в взаимоотношения, каждый ограничивает свою свободу, он её уменьшает ведь. Потому что каждый отдельный человек всегда свободен, чем вместе соединяются. Потому что теперь, находясь в связи, ты должен считаться с тем человеком, с которым в связи находишься. Ты должен ограничить во многом свою свободу. То есть ты с ним вместе живёшь, ты должен считаться, что он может заболеть, может там, что он может там, что у него какие-то есть свои виды на то, как должна быть устроена жизнь, что могут у вас, у него какие-то есть свои занятия и прочее, с которыми ты должен считаться. У него есть как бы и пространство, ты должен уделить, например, если в одной квартире живёте, и прочее, делить с ним вместе, условно говоря, кухню и прочее, прочее. То есть изначально в этом, во всём присутствует ещё, помимо этого первичного, этического, абстрактного ограничения свободы, ещё существуют внутренние ограничения. Но, ведь ограничивая свободу в семье, свою личную, ты на самом деле приобретаешь как бы некую помощь. Тут же как бы идёт взаимообмен. Ты можешь сказать, что ты свою свободу обмениваешь на ту силу, которую приобретаешь, благодаря тому, что у вас теперь в семье не один, а два. Или там, когда ребёнок рождается три и так далее. В этом состоит, тут как бы вот есть понятие такой физики силы связи, да, там, как будто атомы соединяются, там, в молекулы и так далее, или, там, допустим, элементарные частицы соединяются в атомы, и благодаря этому приобретается, возникает некая новая сущность, да, как бы, какая-то другая. И тем не менее, как бы, вот это вот все возникло, все это энергетически выгодно, потому и осуществляется. Но, поэтому в этике, вот, как, наперёд простых решений во всех взаимодействиях нет, потому что нужно учитывать, является ли этот человек тебе другом. Вот, допустим, я хочу принести кому-то пользу, но я должен учитывать, в каких отношениях я к нему состою. Но, на самом деле, в жизни мы так и делаем, если мы живём по понятиям, да, у нас так и получается. Что, вот, есть чужой человек, я не могу позволить себе по отношению к этому человеку себе всё, что угодно. А есть какой-то свой, там, родной, там, друг, там, не знаю, там, знакомый, там, с знакомым я могу себе больше вольности позволить, там, там, с родственника ещё, там, напустим больше и так далее. То есть мы должны, на самом деле, действовать в конкретности обстоятельств. И каждый раз, когда мы пытаемся принести добро другому, то есть когда принести пользу другому, мы должны исходить из обстоятельств этих полноты. Почему люди вступают в дружбу? Потому что, когда они взаимодействуют друг с другом, у них есть договорённость, что считать добром, то есть что считать пользой. Что значит друзья? Это означает, что они нашли некое взаимопонимание по отношению, ну, взаимопонимание путём проб и ошибок. Что такое польза, что такое вред. И у них на этих вопросах не возникает диссонанс, как правило. То есть на каких-нибудь, может быть, крайних примерах возникает. Также родственники. И родственные души. Да, родственные души. Вот они как бы находят, они понимают, у них некое общее воззрение на мир. И поэтому, когда ты помогаешь другу, то ты понимаешь, что для него является пользой, потому что ты с ним общаешься, находишься в неком близком контакте. Труднее помочь, скажем, чужому человеку. Он может быть совершенно как в своих представлениях. То есть твое представление о пользе может совершенно противоречить его представлению о пользе. То есть одно дело, опять же, всё всегда познаётся в этих вот уточнениях. Все эти уточнения очень важны. Так вот, если их брать всё-таки с точки зрения этики, то вопрос всегда сводится к тому, что когда мы пытаемся осуществить добро, мы должны активно, да, мы всё-таки должны понимать, на самом деле, что даже осуществляя добро, мы вторгаемся в чужую свободу. И мы должны поэтому считаться, нужно как-то пытаться понять, на самом деле, вот вторгаясь в эту чужую свободу человеку, это нужно или не нужно. Как это сделать, каждую конкретную ситуацию надо обдумывать. Потому что ситуации различные. Одна ситуация, когда ты пытаешься помочь брату, другу, а другая ситуация, когда ты хочешь помочь человеку на улице. То есть везде конкретно, здесь никаких правил, которые как бы заранее были бы определены, как это надо делать, нет. Естественно, как бы у нас... А, извиняюсь, а не может быть так, что мы должны каждому человеку видеть потенциально вот друга или брата? И это мы, конечно, должны, и даже как бы с точки зрения родового, так оно и есть. Все от одного Адама и Евы там... Тогда извините. Но, 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 еще раз говорю, проблема, когда мы относимся к брату или другу, состоит в том, что мы друга или брата знаем. Мы с ним постоянно, условно, если мы, например, с братом живем, мы примерно понимаем, что для него является пользой, что он принимает, а что он не принимает. Мы просто с ним постоянно сталкиваемся. Или с другом. У нас есть некая общность интересов, примерно какая-то совместная жизнь. Мы уже это прошли, поэтому, когда мы пытаемся что-то помочь, мы уже это делаем на основе вот этого знания, опыта. А когда чужой человек, мы же его не знаем, мы можем вступить с ним в взаимоотношения. Пройти к ним какой-нибудь путь. Допустим, встретился с человеком в церкви, да, там, пообщался с ним, прошел какой-то с ним путь, выяснил его, это что, это, его нужды там, как бы, разузнал, что за человек. А потом можно и помогать. Почему нет? Только уже исходя из этого знания и опыта. То есть вопрос состоит всегда в том, на самом деле, что нельзя как бы навязывать свое добро, да, то есть на свою пользу. А надо на самом деле исходить из того, что, как сказать, что наша активность, она должна какой-то быть естественной, да. То есть вот есть некого рода общительность, да, человеческая, есть некоторого рода коммуникация. Она же ведь не обязательно подразумевает всегда дела этики. Вот, например, мы вступили в контакт, один человек вступил в контакт с другим человеком. Не обязательно же дело идет об этике. Если есть принципиально, то важно, что, как мне кажется, вот ты вступаешь в контакт с братом, с родным братом, с другом, с приятелем, с посторонним человеком, с разными посторонними людьми. Но ты-то поступаешь по отношению к ним, когда у тебя возникают разные жизненные коллизии. По одной мерке или у тебя... Разные мерки, конечно. Разные мерки. Конечно. Вот тут и состоит суть-то. То есть, подожди, подожди. Этики добра, что мы должны к каждому конкретному человеку подходить конкретно. Конечно же, есть какие-то общие какие-то блоки. Блоки общие есть. Подожди, а как тогда быть со словами Христа, что если вы поступаете по-доброму с теми, кто с вами поступает по-доброму, то что особенно вы делаете? Не так же ли поступает и язычник? Христос настаивает на том, что мы как раз должны со всеми поступать по единой мерке, понимаешь? У него другая... Нет, 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 это ты неправильно трактуешь. Дело в том, что единой мерке поступать со всеми людьми, это означало бы этика закона или этика справедливости. Что такое единая мерка? Это и есть закон. Ну вот Бог, Он как солнце, светит злым и добрым, всем по одной мерке. Просто здесь имеется в виду другой разговор. Здесь идет разговор о том, как надо поступать в отношении злых и неправильных. А не в отношении правильных и добрых. То есть надо поступать в отношении злых, на самом деле, стараться поступать. То есть ты сначала людей делишь на злых и добрых, а потом начинаешь их делить еще на родственников, друзей и так далее. Понимаешь, дело не в этом. Дело в том, что если... Если бы... Если как то, что ты сейчас... Это действительно, это вопрос важный, кстати. Дело не в том, что мы делим специально на родственников, на ближний круг и на более дальний круг. А дело в том, что так разделено по факту. По факту у один человек, вот ты живешь, например, в семье, у тебя есть жена. Но она в любом случае ближе, чем, допустим, стоящий какой-нибудь там, не знаю, там, друг. И это ближе, чем стоящий какой-нибудь там твой знакомый и прочее. Наше окружение по факту разбито на вот эти круги. Вот когда говорится, и в Библии говорится, и в Иоанге говорится, возлюби ближнего своего. Кто это такой ближний? Понимаешь, вот есть... Дело понятно, что этот ближний, ближний, это не обязательно только тот, кто входит в круг твой самый-самый ближний, там, родственников, скажем, да. Почему? Потому что речь идет о том, что у разных людей этот ближний будет разным. Одни считают, что для него ближними являются только родственники. А другой считает, что и друзья тоже ближние. А третий считает, что не только друзья ближние. А все члены его партии. Или потом все члены, допустим... А четвертый будет считать, что все, допустим, все люди, живущие в государстве, говорящие с ним на новом языке, его ближние. То есть, на самом деле, здесь градация присутствует. А четвертый будет считать, что все люди живущие на проти земля, его ближние. Да, именно так. Вопрос, к чему сводится? Вопрос сводится здесь к тому, что в любом случае, как бы ты ни считал, градации эти есть. То есть, ты можешь как сколько угодно, даже если ты считаешь, что все люди на земле для тебя ближние, то все равно... Одни все равно более ближние, чем другие. Ну, правильно, градации есть у кого угодно. У тебя же какая-то определенная этика. В любой этике есть градация. Нет, из этого не следует, что если ты считаешь всех людей на земле ближними, что со всеми ими у тебя должны быть одинаковые отношения. Вот, что я хотел сказать. У тебя все равно, независимо от того, кого ты считаешь ближним... Отношение может быть не одинаковое, а поступки я имею в виду, поступки. А это и есть отношения. Как ты будешь поступать в одну вопрос? Поступки это и есть отношения. Отношения выражаются в поступках. Ну как это отношения, абстрактные что ли отношения? Какое-то в голове какие отношения? Отношения имеют в виду реальные, конкретные отношения, которые осуществляются в жизни. И никакого другого отношения нет. Речь не идет просто о том, как ты думаешь, состоят дела, а речь идет о том, как они на самом деле состоят. Этика-то, еще раз говорю, мы говорим об этике реализующейся. Добро мы всегда оцениваем по его реализации, а не по намерению. Мало ли, что ты думаешь там себе в голове. Есть некое фактическое обстояние дела. Ты можешь о себе сколько угодно думать, что ты там бесконечно любишь весь мир. Но на самом деле, по факту, ты общаешься с конкретными людьми вокруг тебя. И ты никак возлюбить весь мир не можешь, как бы не хотел об этом. Ты будешь любить только конкретных людей, которые тебя окружают. Как там, не знаю, 10 человек, 100 человек. Это понятно, но вон с этой сотней человек ты как будешь поступать? Еще в зависимости от того, насколько он ближе к тебе. С родственниками одно там... Ты же сам говоришь, что у каждого свой критерий. Правильно. Это критерий родственников самый главный. А у другого критерия будет самый главный. Любят они философию. Еще раз. А третьего критерия... Мы постоянно говорим о том, что в этике нету одного пути царского. Все на самом деле, что в этике есть много решений. Ты же хочешь чему-то одному прицелить. Нет. Я пытаюсь обсудить в принципе, что такое добро. Как это прийти к чему-то одному. Ты хочешь вот весь этот вот поднять, что ли, всю эту массу? Конечно. Все возможности осмотреть. Ё-моё. Это не ё-моё, мы почти все осмотрели уже. Конечно. Конечно. Мы почти все уже исследовали. Если вдуматься так, уже не так много осталось, что надо исследовать. Суть вопроса состоит в том, что когда мы для себя в нашем сознании проясним, что представляет собой этическое взаимоотношение, что такое добро и зло, не абстрактно просто в виде каких-то слов. А на самом деле вы в конкретной реализации, вы в конкретном применении. Тогда вы тогда в конкретных позициях, в конкретности того, как устроен мир, который разбит на вот эти круги наши. Ближний круг, родственники, друзья, другой круг, третий круг, знакомые, сотрудники на работе и так далее. Если мы поймём, как это добро и зло осуществляется в этих реалиях, тогда мы сможем понять, что такое на самом деле настоящая этика, которая реализуется. Не абстрактная этика. Прочитали какие-то 10 заповедей. И давайте все не убивать. Из этого что, на самом деле этика осуществляется? В этом вся весь разговор. Дело идёт о том, что нужна не абстрактная этика, а конкретная. Эта конкретная этика, это и есть этика добра. В отличие от абстрактной этики справедливости, в котором на самом деле люди, например, ярким выражением, атомизированный мир, людям на друг друга наплевать. Понимаешь, просто наплевать. Не трогай меня, я тебя не трогаю. Атомизированный мир. Там даже любви нету, понимаешь. Даже люди злиться начинают, когда приходится ходить и выяснять отношения с другим. Или кому-то замещание какое-то делать. Или помогать, не дай боже. Попрошайки нищие подходят таким людям. Они говорят, со злостью даже от них отталкивают. Их отталкивают. Понимаешь? Потому что ты не имеешь права вторгаться в чужой мир. Так вот, атомизированный мир людей, общество разбитое на индивидуумы, это яркое проявление негатива этих справедливостей. Но этих справедливостей к этому стремился, и вот она добилась. Некой правеси, которая в западном и в нашем мире, в конце концов, осуществлена. Все люди замкнуты в своем личном мире и наплевать на то, что творится в чужом. Будет там чужой мир, хоть что там случится. Так вот, мы хотим преодолеть вот это такое положение, этикой добра, которым... А что это такое преодолеть? Это значит понять, как исходя из изначальной позиции, мы находимся в изначальной позиции, атомизированной в миру, каждый в своем мире. Как можно начать добро? Можно начать жертвовать собой. Это одно, один способ. А другой способ активно вмешиваться в жизнь других людей. Но вмешиваться в жизнь других людей активно надо умеющей. Иначе это получается, как проповедники ходят там, понимаешь, и как бы мешают всем жить. Речь идет о том, что как бы увидеть как-то, надо научиться видеть как-то. Нужна твоя помощь, не нужна научиться как бы так вмешиваться в чужую жизнь, чтобы другой человек, в жизнь которого ты вмешиваешься, понимал, что ему все-таки хотят сделать добро. Что это не вмешательство ради каких-то там, может, корыстных интересов. Ведь часто бывает, из-за того, что сейчас менеджер же этим пользуется, из-за того, что сейчас все как бы поставлено на продажу, получается, что когда один человек пытается вмешаться в жизнь другого человека, тот другой человек сразу начинает подозревать, что какую-то выгоду хочет поиметь от тебя, понимаешь? Допустим, я хочу тебе помочь, а ты думаешь, что я хочу какую-то что-то задумал за мысль такое недоброе, знаешь, корыстное. Конечно, ты даже не подозреваешь даже, что может быть я пытаюсь осуществить свою этику. То есть я еще должен объяснить тебе, почему я так делаю, понимаешь? Я хочу, допустим, ведь одна речь идет, когда человек порсит милостью на паперти, да, он изначально в позиции находится, помогите мне. А другое дело, когда ты, допустим, я вижу, что тебе хочу помочь, надо помочь, но ты как бы такой гордый, понимаешь, не хочешь мою помощь принять. И как мне тебе помочь? Я пытаюсь тебе помочь, а ты, на самом деле, начинаешь делать это, как бы в этом усматриваешь, что я какую-то корысть преследую, да, вот прям мне надо там эти все заботы. Часто ведь так случается, что один человек пытается помочь другому, а тот, даже нуждаясь в помощи, этого другого отталкивает. Понимаешь, просто отталкивает. Мы живем в таком атомизированном мире, что даже когда два атома сталкиваются, да, и, казалось бы, они должны, могут образовать какую-нибудь связь хорошую, в виде дружбы, солидарности, в виде партии, семьи, неважно. Они, наоборот, расталкиваются еще сильнее. Не влезают, ты понимаешь, потому что подозревают один у другого, что есть какая-то корысть там. Она иногда и бывает же. Иногда же мошенники этим пользуются. Они втираются в доверие, да, вступают как бы в эту связь взаимного обмена и взаимоограничения. А потом как бы пользуются этим. И с другого человека высасывают какие-то там средства и прочее. Тут все взаимо... Тут многосложная вещь. Она просто вот так вот схематически обрисована, да. Вот есть какие-то там, как мы говорим, шары свободы, да, там. Каждый из нас ограничил свою свободу, чтобы дать свободу другому. И вот мир как бы разбился на эти атомы. Мир, атомизированный мир. Но мы находимся в взаимосообщении, то есть мы постоянно как-то эти атомы как-то соединяются. Где-то они образуют молекулы. Да, молекулы-то много атомов, да. Это, допустим, семьи, партии, там, какие-то там фирмы, там, я не знаю, какие-то образования общественные. Да, и более того, как бы, иногда эти все совокупности образуют нечто большее. Это, допустим, государство, да, там, как бы, правда, государство, скорее, это какие-то сосуды, в которых все эти маленькие плавают. Но не важно. То есть вот такие это реальности, в которых должна быть осуществлена этика. Этика должна эти реальности понять. И она должна усматривать, как вот надо действовать. А не просто вот, я говорю, дали десять заповедей. В чем состоит этика? Вот выполняй десять заповедей. И человек смотрит и понимает, что, ну, а как война, не убей, а как с войной? А как быть с этими, если это вот задача трех тел и так далее? Возникает куча проблем. А никак. Типа, даже это не обсуждается. Десять заповедей, скажем, ну, или какой-нибудь другой там список, да, вот этих законов. Типа, все, вот этика состоит. Да никто почему-то об этом не думает. Откуда вот берется лицемерие, что люди живут, зная, в чем состоит истина, да, как бы, ну, типа того, что, типа десяти заповедей, и их не исполняют. Потому что, типа, ну, это, типа, исполнить невозможно. Это же лицемерие говорить так, что чего-то там исполнить невозможно. На самом деле, во всем этом есть некая естественность. Мы, на самом деле, уже живем в этике. Не так получается, что мы должны, мы как-то живем, 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 а потом вдруг додумываемся, блин, так надо этику осуществлять. Мы уже в этике живем. Мы уже, каждый из нас дал свободу другому. У другого свободу, у меня свобода. Мы каждый раз соотносимся в каких-то ситуациях, где наши свободы как-то взаимопроникаются или как-то соотносятся. Мы каждый день это осуществляем, потому что мы живем в обществе. И поэтому этика – это наша жизнь, это ткань, в которой мы живем. И дело не в каких-то там законах, таких, других, третьих. А надо просто увидеть вот это, как бы, да, увидеть конкретность всего этого. Можно действовать, исходя из принципов. Тот, кто не может это конкретно действовать, пусть действует из принципов, исходя, да. Возьмет на себя принципы, там, не нарушать чужую свободу хотя бы, да. И живет. То есть я живу и даю жить тебе, все. И как бы, вот мой мир какой-то, вы и ты, в него не входи. Пускай живет так, пускай живет в этом атомизированном мире, но он же много чего теряет. Потому что мы же обогащаемся за счет взаимообмена. Он замкнулся в своем мире, да. И что хорошего в этом? Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода замыкание, оно, как бы, это грозит тем, что вот грозит деградация. Поэтому мы должны все-таки с друг другом общаться. А если мы с друг другом постоянно общаемся, и по факту это так, то мы должны, как бы, знать, как это надо правильно делать, также и с точки зрения этической, то есть с точки зрения ограничения нашей свободы. То есть с точки зрения того, как наши свободы соотносятся, когда мы плотно взаимодействуем. Как мы взаимодействуем в семье, как мы взаимодействуем, как бы, на работе, там, не знаю, там, среди родственников и так далее. И вот это называется конкретная реальная этика. И называется этика добра, по факту. Только единственная разница состоит в том, что многие люди живут в ней, в этой такой этике добра, интуитивно. То есть они примерно догадываются, как надо действовать. То есть они привыкли, есть некоторого рода общественный разум. Общество, как бы, методом проб и ошибок достигло некоторого баланса и живет по некоторому роду традиции. И эти традиции позволяют, вот, все сбалансировалось однажды. И традиции эти, этот баланс, который получился, закрепило. И мы живем по традициям, мы думаем, почему так поступают? Почему мы помогаем детям, почему помогаем старикам? Потому что, и почему помогаем, там, людям, которые требуют помощи? Ну так, традиция, там, какая-то культура, там, прочее. Одно, второе, третье, там, то, что скажет, на самом деле, да? Но нету вот какого-единого, некоторого понимания, то есть некоторого системы, почему это так? Она должна быть, надо видеть на самом деле, что в этом есть некая его рода разумность. Почему так именно происходит? И так не происходит не потому, что просто традиция такова, а потому что в этом есть и разумность. Разумность – это совсем другое. Если я действую, исходя из каких-то традиций, это одно. Но это означает, что в следующий момент я могу посчитать, что эти традиции устарели. И перестать так действовать. Это одно. А когда я действую из разумности, это означает, что я буду действовать так всегда. То, что это разумно, потому что это правильно. Вот в чем разница. Поэтому нужен разговор об этике. Теперь, когда... Причем, как бы, вот этот уровень этики добра, он даже, говорю, многим не будет понятен. И вообще говоря, христианство во многом именно не понимает, потому что не понимает, что такое этика добра. Которая в христианстве есть, и она, как бы, озвучена, да, которую даже... А ее же даже выразить сложно. Ведь этика добра, она отказывается от законов. Но это не значит, что можешь делать, что хочешь там, да. Это означает, на самом деле, что нечто другое, что мы постоянно описываем. Да, этика принципов, она ограничивает эту свободу, произвола каждого отдельного человека. А этика добра внутри этой сферы дает возможность человеку самоопределиться по отношению к другому человеку. Это совсем другое. То есть это негативная свобода, а это позитивная свобода. То есть дать своей свободе непосредственно направление внутри уже сферы, как бы, собственного произвола. То есть вот мы ограничили свой произвол по отношению к другим людям, у нас внутренняя некосфера, куда мы можем направить свою свободу. И мы эту свободу направляем на добро, это совсем другое. Вот эта этика добра, её требуется, я считаю, что она даже во многом не осуществлена, её, мне кажется, даже во многом не понимают. На самом деле, когда Кант выражает этику в виде категорического императива, он не понимает этого. То есть категорический императив – это этика справедливости, этика принципов, этика законов. То есть это этика атомизированного общества. Общества, разбитого на атомы, на суверенные такие, на автономность, на автономные воли. Всё. То есть на самом деле, эта этика, ведущая в никуда. Потому что пределом, идеалом такой этики служат такие индивиды, которые полностью замкнули свою сферу, и которые вообще не входят в общение с другими сферами. Ограничили свою свободу и дали свободу всем другим. Им как бы наплевать на всех этих других, как и другим на него. Какое мне дело до всех до них и им до меня. Помните там в «Последний дюйм» что ли, там фильм такой, там постоянно песня-то играется. Вот эта вот этика, что мне наплевать на вас, а вам наплевать на меня. И на самом деле она постоянно осуществляется. Это предел, как кажется, да, вот этики. Но на самом деле это не предел. И дальше идёт христианство. Вот иудаизм, на самом деле, он застрял. Ну, иудаизм, наверное, не самый лучший пример. Потому что на самом деле уже даже в десяти заповедях вот эта этика добра присутствует. В виде заповедей, скажем, почитая отца и мать свою. Это всё-таки этика, это же позитивный принцип. Этика добра там уже присутствует. Но тем не менее там всё-таки самое главное – это исполнение закона. А это всё-таки этика принципов, этика справедливости. Так вот, надо вот научиться как будто дойти до этой этики добра, она требует определённого рода зрелости. Потому что надо понять на самом деле, да, что этика добра взваливает на себя большую ответственность, чем этика справедливости, чем этика принципов. Потому что этика принципов, я могу ничего не делать, то есть я могу лежать на кровати, да, там, и тем не менее я осуществляю принцип «не убить». То есть я бездельник, мне вообще на всё наплевать, а тем не менее вроде этика принципов осуществляется, например, принципы «не убить». Но этика добра не такова. Если я просто лежу на кровати, добро не осуществляется. Добро будет осуществляться, если я буду действовать, что-то конкретные вещи предпринимать. То есть она, это и есть настоящая этика в смысле ответственности. То есть этика принципов, она не этика ответственности в таком фундаментальном смысле. Почему? Ну потому что это, скажем так, не этика активизма, это этика пассивности в каком-то смысле. Я чего-то не делаю, и тем хорош. Я не убил, и тем как бы добр. Это не так, конечно же. Потому что добро требует активности. То есть я должен осуществлять добро. Я не просто добр, потому что никого не убил за всю свою жизнь. Так можно тогда человека на необитаемом остров поселить, и он типа добрый. Самый добрый человек в мире будет тот, который будет жить на необитаемом острове. Он не украдет, не будет прелюбодействовать, никого не убьет, понимаешь? Ну это же глупость получается. Это же просто возведение как бы этики в свой, как бы, в абсурд. Так в том-то и состоит суть, что этика принципов, она на самом деле по сути даже не является... Ну этикой она является, я хотел сказать, что она не является идеалом. Не может быть идеалом. В каком-то смысле это естественный результат взаимоотношения свободы. Как я и показываю. Что вообще говоря, справедливость на самом деле устанавливается в этом мире естественным образом. Как равновесие. В этом мире постоянно, это весь мир, мир равновесия. Везде. В физике, в биологии, везде. Везде устанавливается некое равновесие. Некоторого рода гомеостазис. И всегда это происходит, всегда к этому стремится. Так устроено понятие энергии, я об этом постоянно говорю. Все стремится к минимуму энергии и так далее. Суть вопроса по этому состоит в том, что, когда мы говорим об этике справедливости, то в каком-то отношении эта этика осуществляется, даже если этой этики нет. Даже если она не записана в виде законов, которые написаны где-то на скрижалях, она все равно осуществляется. Вот когда у нас был развал Советского Союза, все почему-то боялись, что на самом деле на улице будут всех убивать, там будут полный развал и шатание, все как бы будут попраны, вся этика, все будет попраны. Ну никого-то, конечно, там, может быть, где-то какие-то столкновения были, но в целом все сохранялось как было, несмотря на то, что, казалось бы, был полный произвол. На самом деле, даже если вообще убрать все законы, то все равно люди, в силу как бы вот некоторого понимания, будут все равно как-то взаимоотноситься. Даже, условно говоря, в бандитской среде и то там не полный произвол, и то там всегда постоянно устанавливается какая-то этика, потому что она естественна. Некого рода баланс свобод, вступающих в людей, выступающих, всегда осуществляется. Люди, когда вступают в какое-то родное взаимоотношение, всегда находят они некого рода равновесие между собой, взаимоотношения. И поэтому, в принципе, этика принципов, она как бы и не нужна. Это не обязательно ее провозглашать. Поэтому, на самом деле, этика принципов редуцировалась к законам. И вообще в каждом законе, в каждом государстве есть законы. Поэтому этика принципов не нужна. Достаточно просто законов государства. И в принципе, как бы, почему достаточно? Потому что, как бы, этика принципов требует наказания, потому что она основная, это же равновесие. Если кто-то нарушает равновесие, надо наказать. Поэтому все редуцируется к законам. И вот получается, что как бы этики вообще нет. И получается, что в современном мире есть даже такие философы, которые утверждают, что все сводится в конце концов к законам. И главный принцип в всей жизни человеческой – это закон. Все. Но это смешно, на самом деле. А этика-то вообще осталась? Этика-то вообще где-то есть? Так вот, этика осталась только в этике добра. И сама этика может обсуждаться только с позиции этики добра. Потому что этика принципов или этика справедливости, которая выражена, скажем, в 10 заповедях и прочее, это, на самом деле, все сейчас настолько устарело, что оно просто редуцировалось в законы. Все. Мы должны, на самом деле, если вдуматься, если говорить о том, как взаимоотносятся на самом деле законы и этика, то соблюдай законы государства и живи в этике добра. Вот так надо было бы выразить правильное понимание жизни. Ну, что такое этика добра? Вот она такая сложная вещь. Она требует усилий многих. Вот так вот просто, вот я говорю, что нахрапом, такую вещь не понять. Вот мы сколько уже провели семинаров для того, чтобы на нее только выйти. А еще предстоит ее еще как-то разработать и понять во всех тонкостях. И мне кажется, ну, это как бы мы уже тоже много раз изучали и обсуждали, что именно христианство – это первая вот такая этическая система, которая именно вышла на этику добра. А как иудаизм еще все-таки оставался в большей степени в этике справедливости. Хים. Так. Хорошо. Продолжение следует...